Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Викторин, Ваше Преосвященство, Владыка Антоний, Уважаемый Александр Владимирович, губернатор Удмурдия, Уважаемый Александр Александрович, мэр города Сараполя, дорогие отцы, братья и сестры. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы который является престольным праздником для сего храма, в настоящее время исполняющего обязанности Кафедрального собора города Сараполя. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы исполнен очень важными смыслами. На иконе мы видим Божию Матерь, которая простирает над людьми некий плат, который мы называем момофором. И вот эта картина, простирающая над людьми плат Божией Матери, и воспринимается в сознании верующих людей как символ покровительства. Отсюда и покров. Удивительно, что это только в русском языке, потому что только в России так почитается праздник Покрова. Отсюда и целое понятие – философское, политическое, бытовое покровительство. В самом деле, в результате того покровительства Божией Матери враг отступил от стен Константинополя, и молитвы были услышаны, и Царица Небесная спасла столицу Византии от гибели. Очень часто в жизни человека возникают такие обстоятельства, которые ему преодолеть своей собственной силой невозможно. И нужно это божественное, свыше даруемое покровительство. Но обычно в жизни люди используют человеческое покровительство. И вот сравнивая покровительство божественное с человеческим, можно прийти к очень важным умозаключениям. Как один человек оказывает покровительство другому? Ну, если это родители, которые покровительствуют детям, ну, здесь голос крови, любовь к детям. А если другие люди покровительствуют? Нередко такое покровительство действительно является бескорыстным, когда кто-то, стоящий выше, в ином человеке, увидел талантливого, способного послужить отечеству или родному городу, или родному краю и содействует возвышению этого человека. Но даже в этом покровительстве есть некий утилитарный смысл. Потому что покровительствуя такому, тот, кто прокровительствует, в том числе заботится и о том, что он сам делает. Но это самый лучший, самый бескорыстный, самый благородный образ покровительства в нашей жизни. Но обычно покровительство мотивируется совершенно другими причинами. Нередко деньгами, родственными связями, этнической солидарностью, социальной солидарностью и так далее, и так далее, и так далее. И покровительство превращается в протекционизм. Вот это слово, которое не является русским, оно достаточно точно определяет греховное покровительство. Когда покровительство осуществляется в связи с тем целеполаганием, который имеет перед собой покровитель, а это целеполагание может лежать в разных плоскостях человеческой жизни. От более или менее возвышенных, но связанных с покровителем, до самых низменных, греховных и даже преступных. Мы знаем, как в преступных сообществах осуществляется покровительство. А вот в отличие от всех этих человеческих покровительств, божественное покровительство – это то, что Богу не нужно. И Божия Матерь ни в чем не нуждается. Она даже в наших с вами молитвах не нуждается. Она там, в том ином мире, о котором мы мало что знаем, но она вместе со своим Сыном, Сыном Божьим и Сыном Человеческим, Господом Иисусом Христом. А Бог вседоволен, как учит нас Слово Божие. Ему ничего не нужно. Вся полнота и более чем полнота бытия присутствуют в Боге. Вот то покровительство, тот покров, который Царица Небесная проявила над людьми, он был в ответ на молитву. И он преследовал только одну цель – спасти людей. От той гибели, которую варвары могли нанести Константинополю, разрушив, уничтожив город, а вместе с ним уничтожив множество жителей, взяв их в плен, разрушив семьи. Да еще мало какое горе могли принести те, кто окружил стены Константинополя. Царица Небесная дала от себя такую силу, такое покровительство, которое изменило ход истории. Вот Бог покровительствует над всеми нами. Ни в коем мере и никогда не поддерживая ничего греховного, что в нашей жизни есть. Ни на уровне дел, ни на уровне мысли, даже на уровне мечтаний. Господь не будет покровительствовать тому, что плохо. Вот этому плохому измерению человеческой жизни, этой греховной динамики человеческого бытия, покровительствует другая сила. И нужно об этом помнить. Нам иногда кажется, но как же так? Мерзкий человек, а он господствует. Но как же так? Иногда агрессор, страна, которая несет опасность для других, процветает. У людей путаются сознания, путаются мысли, почему это происходит. Но неужели Бог покровительствует? Нет. Бог не покровительствует никому, будь то страна, народ, государство, личность высокая или низкая, если в результате этого покровительства будет нечто злое и неправедное. Бог покровительствует только тому, что направлено к добру. Вот иногда приходится слышать недоумение, но как же так? Вот молились за человека, многое лето ему пели по поводу его юбилея, а большинство людей знают, что он плохой человек, коррупционер или даже преступник. Что это такое? Зачем это делать? Это происходит иногда потому, что не всякий способен в другом разглядеть преступника или человека плохого. И мы как бы обращаем к Богу молитвы за всех и за вся. А вот от Бога зависит, кому он будет покровительствовать. И покровительство божественное – это есть великая сила, которая дает человеку, стремящемуся к утверждению добра в своей личной, семейной, общественной или в государственной жизни огромную поддержку. И эта божественная поддержка чаще всего сопровождается и поддержкой людей, потому что сердце человеческое чувствует, где правда, а где ложь. Ну а что же те, кто требует поддержки, а такой поддержки не достоин? Совершенно очевидно, что от Бога такой человек никакого покровительства иметь не будет. Поэтому деятельность, опять-таки, в личной или семейной, или общественной жизни, преследующая зло, никогда не имеет божественной поддержки, а значит, и не способна одержать конечные победы. Зло может временно побеждать и даже господствовать, но оно не способно побеждать в отдаленной перспективе, а тем более в перспективе вечной жизни. Царица Небесная, которая дает нам знак своего покровительства, ждет от нас молитвы, чистой и смиренной веры, и готовности под ее покровом творить добро и утверждать правду. И если мы приходим в День Покрова Пресвятой Богородицы и просим ее об этом покрове, мы всегда должны помнить, что конкретно мы хотим, чтобы Божия Матерь восприняла, как нашу молитву и ответила своим вспомыществованиям. И если на глубине сердечном, через внутренний, внутренний беспристрастный анализ, мы скажем самим себе, в моей просьбе есть нечто, что недостойно покрова Пресвятой Богородицы. Тогда лучше остановиться и не просить, потому что такая молитва будет тщетна. Вот мы сегодня все молимся Господу о нашем Отечестве. В непростую историческую эпоху вошел наш народ. С одной стороны, мы возродили православную веру, мы стали духовно сильнее, мы материально становимся сильнее, культурно становимся сильнее, становимся более просвещенными, но на нашем пути очень много соблазнов, опасностей, которые мы должны пройти. И если наше общенародное целеполагание совпадает с волей Божией, благой и совершенной, то над нами будет всегда покров Пресвятой Богородицы. Вот в это верили наши предки и говорили, над нами покров Пресвятой Богородицы. Мне, по счастью, приходится общаться с разными людьми и очень часто со всеми простыми. И вот однажды я общался с одной женщиной, и речь зашла о трудностях, с которыми сталкивается наша страна, в том числе и на внешнеполитическом поле. И вдруг я от нее услышал то, что меня очень успокоило. Она просто сказала, отстаньте от России, над ней покров Пресвятой Богородицы. И я верю, что это так. И это будет так до тех пор, пока мы будем хранить веру православную в наших сердцах. До тех пор, пока мы будем устремляться к добру и давать бой всякому злу. Вот этот покров и поможет нам дальше идти по историческому пути, вне зависимости от тех опасностей, которые возникают как вне, так и внутри. Ибо верим, что покров Пресвятой Богородицы сильнее всякой злой человеческой воли. Храни вас всех, Господь, мои дорогие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова